Пожалуй, в каждой одесской семье есть рыбаки и даже рыбачки. Кто-то ездит подальше загород, на лиманы и реки. Но удовольствие рыбалки доступно практически на любом пляже. Сосредоточенных людей с удочками можно увидеть на каждом пирсе. Валерий – рыбак со стажем. Увлёкся этим занятием ещё в детстве. Сейчас пенсионеру почти 80 лет, но он продолжает рыбачить регулярно и с удовольствием. Говорит, помимо ловли, рыбалка имеет множество других полезных преимуществ. Я не для рыбы прихожу, а чтобы сделать зарядку. Приехал, уехал, встал рано. Полезно в таком возрасте. Тысячи рыбаков считают второе воскресенье июля своим праздником. Официально День рыбака с 1995 года объединяет профессиональных украинских рыболовов. А неофициально этот праздник отмечают уже почти 100 лет любители рыбной ловли всех возрастов и профессий. Анатолий Иванович признаётся, с момента выхода на пенсию рыбалка для него – лучшее провождение досуга. Когда человек уже прожил 70 лет, мне вот 70 лет, то, похоже, ему чем-то заняться серьёзным, уже возраст не тот. А так подышать для здоровья. Ну и, конечно, у каждого рыбака есть свои секреты, которые порой передают с поколения в поколение. Рыбак Олег пришёл на рыбалку с племянником Славой. Мальчик уже делает успехи. Расскажи, что ты с ним слоил? Пучка каменчика. По словам встреченных нами рыбаков, уловы после сильных дождей, к сожалению, небольшие. Сейчас рыбу надо искать, потому что всё слили сюда. Какая рыба может быть? Трава. На этой основе трава выросла. Только траву и тягаешь. Был здесь и камбал, и лабан был. Так что рыба. И кефаль заходит сюда. Заходила с наями. А сейчас вот бычок и тот залёг, видимо, от хорошей жизни. Впрочем, за большим уловом многие и не гонятся. А пойманную рыбёшку часто отпускают обратно в море. Для души можно. Не для еды, для души. Для еды? Нет, не для я её не кушаю. Но настоящий рыбак любит своё занятие независимо от количества пойманных водных обитателей. И уделяет ему любой свободный день. Поэтому счастье поймать большую рыбу своей мечты рано или поздно улыбается каждому.